Великие мастера кунг-фу, которые постигли все секреты бытия и вобрали в себя великую силу внутреннего зеленого змея в тени первобытной обезьяны, что дало им мощь уничтожения бесприкосновения, сегодня покажут нам свое мастерство в реальных боях. Привет, земляные бронтозавры! С вами проект Муай Тай Сикея и я, Варченко Виталий. А вместе мы великая сила вселенского суда и обсуждение всех нерадивых, на которых будем сегодня смотреть. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. В этом бою 47-летний мастер Вин Чун в черном шлеме вызвал на бой более молодого бойца ММА, чтобы доказать всему великому Китаю, что кунг-фу – это не пустые слова, а он мастер с большой буквы. И его ученики не зря платят за тренировки бешеные деньги, носят ему чай и убирают в зале за бесплатно. Все это нужно для постижения внутренней гармонии и избавления от гордынь. Ведь только тот, кто 7 лет будет мыть полы в зале и драить туалеты, достоин того, чтобы ему открыли тайны секретных ударов и бесконтактного боя. То ли не сработал энергощит, то ли мастер Вин Чун вышел в ринг впервые, но боец ММА начал бой с довольно стандартной комбинацией, пробив пару лоу-киков, что заставило мастера опустить руки, а дальше просто расстрелял голову учителя, как хотел. Когда наш мастер поднялся, начал говорить рефери, что ему отбили ногу, а по правилам вселецкого кунг-фу это запрещено. И вообще, он больше не будет участвовать в этом балагане. Стрелять огненными драконами не дают, телепортироваться запрещено, от маханий руками никто не падает. Не бой, а допотопный махач. Мастер Багуа в черном кимоно пришел на тренировку муай-тай и начал рассказывать про внутреннюю ци, мега-силу, которую она дает, и объяснять, что всего каких-то 20 лет ежедневных форм, которые он покажет самым лучшим и преданным ученикам, и все они смогут обрести мега-мощь диких сраусов. А один из бойцов предложил мастеру показать, какую же силу дают его формы и внутренняя энергия, на что мастер согласился, но предупредил, что в полную силу бить не будет, так как может и убить. Как видите по бою, сначала боец Тая боялся бросаться в бои, но нанося простые одиночные лоу-кики и прямые, понял, что мастер вообще не понимает, что делать, а просто стоит с опущенными руками и стойко проверяет свои зубы и нос на прочность ци. Наверное, потом кунг-фуист решил войти в нирвану и просто прилег после очередной двойки, передавая привет уже своему учителю, которому он поверил, но так ничему и не научился. А вот это довольно интересное видео, в котором мастер кунг-фу в желтых шортах, кстати, не дедушка, а молодой атлетичный парень, который, видать, решил постигнуть кунг-фу после пару годков качалки, пришел в зал знаменитых Грейси и предложил поспарринговать. Кстати, кунг-фуист неплохо начал, наносил сайдкики с дистанции, которые были довольно неплохие. Но представитель школы Грейси решил не испытывать судьбу и сделал то, чем эти ребята славятся, резко сблизился и перевел бой в партер, где уже планомерно заплетал и уничтожал свою жертву, как мощный желтобрюхий удав уничтожает безропотную козочку. Нужно отдать должное кунг-фуисту, у него хорошая физуха, он держал удары и неплохо сопротивлялся в борьбе, но все-таки в партере у него шансов не было. А это реальный поединок с профессиональных соревнований, правда, какого-то местного масштаба, но нам важно в этой ситуации то, что мы посмотрим на реального мастера Вин Чун, который сразу в стойке решил всем показать, что он сюда пришел не шутки шутить и не чебуреки жарить, а наказать соперника и доказать всем, что его кунг-фу самое крутое. Правда, соперник ему попался немного нервный и уж очень заряжен на убийство, готовый разрывать всех. Ему аж не терпелось перед боем броситься на мастера, который сохранял спокойствие ледяного водопада, стекающего по солнечной горе Вуданга. Боец ММА не стал проверять, насколько крут этот мастер Вин Чун с его огненными шарами, а сразу прошел в ноги, перевел в партер, дал парочку хороших плюх и задушил свою жертву, как полосатый питон пушистого зайчика. Честно говоря, жаль, мы даже не увидели ни одного удара. А в этом видео сошлись в неравной схватке 27-летний мастер кунг-фу в черных шортах против 43-летнего кикбоксера в синих. Когда бой начался, зрителям стало понятно и обидно, что их развели афишей предстоящего боя, так как от мастера кунг-фу у этого пацана только татуировка в виде дракона. А выгребает он точно так же, как дядя Вася после пол-литра перед наливайкой. А это уже серьезный бой между двумя мастерами. Самопровозглашенный и самый известный мастер Шаолиня Йи Лонг, на него я делал обзор, который вы можете посмотреть в подсказках и в описании под видео. Кстати, довольно неплохой боец. Вызвал на бой мастера кунг-фу Джилиона. То есть этот бой нам грозил нереальной зрелищностью, так как в бою сошлись два великих мастера кунг-фу, один из которых Шаолинь, а второй Лысый Бородач. Хотел вас сразу предупредить, чтобы вы успевали закрывать глаза от разлетающихся молний и огненных шаров, которые будут выпускать оба бойца, а также успевали следить за невероятной скоростью ударов. Но, думаю, мне придется замедлить видео в 10 раз, чтобы вы хотя бы как-то уловили удары, которые выпускают эти мастера. Пока мастер Борода шокировал всех своими мощнейшими ударами сверху вниз, которые он подсмотрел в столовке после литра саке, Шаолинь постоянно подставлял свою железную башку и никак не мог попасть какими-то красивыми ударами, ну типа вертушки Хальгендона или железные когти черепахи. Но, к сожалению, все решили не удары хвостом дракона и не молнии из телепорталов, а простой правый прямой от Елонга, который пару раз все-таки попал. А сейчас вы окажетесь свидетелями невероятного боя, на который съехались даже Зевс с Марсом, прикупив попкорна. Мастер бесконтактного боя, который одним дуновением раскидывает толпу своих учеников, это, кстати, главное правило таких мастеров, именно толпа своих учеников, сойдется в смертельной битве с обычным дрыщавым, недостойным бойцом ММА. В начале поединка ММАшник слегка побаивался мастера, наверное, все ждал, когда его отбросит за ринг или он начнет дергаться от электрического разряда. Но после первого прямого, который прилетел в челюсть, понял, что не так страшен северный бизон, как про него рассказывают щиплые страусы, и начал просто уничтожать мастера до первого попадания в голову. Благодарю за просмотр, а от вас жду экспертного мнения в комментах. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и делись видео с друзьями, пускай тоже устрашатся великих мастеров кунг-фу. А ты можешь постигнуть реальный бой или навыки самообороны на улице, забрав бесплатные видеокурсы в описании под видео. Конечно, мастером кунг-фу ты не станешь, но за себя постоять сможешь точно. Настойчивости в тренировках! Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, и с подготовкой для бойца 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео.